добрый день дорогие друзья меня зовут яна и я рада вас приветствовать на канале сижу вяжу я подготовила для вас серию ажурных сеточек спицами которые с большим удовольствием спешу поделиться с вами сегодня очередной узор который мы провяжем с вами поворотными рядами и конечно же я расскажу как его провязать по кругу дорогие друзья не забывайте о том что мне тоже нужна ваша поддержка виде лайков подписок и комментариев а сейчас давайте приступим к узору для того чтобы провязать этот узор поворотными рядами наберите на спицы количество петель кратное 3 плюс 2 кромочные петли высоту этот узор состоит из четырех рядов и не сложного раппорта для своего образца и набрала 4 раппорта и 2 кромочные петли ну и конечно же мы провяжем с вами установочный ряд особенно если вы будете вязать после резиночки или планочки это будет необходимо нулевой установочный ряд провяжем изнаночными петлями кромочные в конце ряда я тоже буду провязывать изнаночной петлей приступаем к первому лицевому ряду кромочная делаем накид и провязываем 3 петли вместе одной лицевой и снова делаем накид это является раппортом первого ряда повторяем то есть повторяем мы опять-таки с накида делаем накид провязываем 3 петли вместе одной лицевой и делаем накид следующий раппорт также начинается с накида то у нас получается на спице 2 накида подряд далее 3 вместе 1 лицевой и снова накид и последний раппорт накид 3 вместе 1 лицевой и делаем накид в конце кромочная 2 изнаночный ряд кромочную переснимаем и первая петля это у нас накид с прошлого ряда по правилам узора мы должны его провязать лицевой петлей сейчас вы поймете почему но если вы его провяжите просто по привычке изнаночной ничего критического не произойдет и так второй ряд мы провязываем полностью изнаночными петлями кроме 2 накида 2 накид мы будем провязывать лицевой и так изнаночная вот первый накид изнаночная а второй накид мы провязываем лицевой за заднюю стеночку вот так повторяем изнаночная 1 накид изнаночной 2 накид лицевой петлей за заднюю стеночку и так продолжаем вязать до конца ряда все петли изнаночные кроме 2 накида в конце кромочная 3 лицевой ряд кромочная 1 петля лицевая далее мы делаем накид следующую петлю мы просто переснимаем не провязывая ниточка за работой далее лицевая и переснятую петлю мы перекидываем через последнюю провязанную петлю это является раппортом 3 ряда лицевая накид переснимаем петлю лицевая переснятую перекидываем еще раз лицевая накид переснимаем нить за работой лицевая переснятую перекидываем через провязанную петлю и еще раз лицевая накид пересняли лицевая последнюю переснятую перекидываем и кромочная и 4 заключительный ряд раппорта высоту мы провязываем изнаночными петлями один раппорт высоту мы провязали он составил ровно 4 ряда и далее мы продолжаем вязать с первого по четвертый ряд а для тех кто хочет провязать этот узор по кругу наберите на спицы количество петель кратная 3 плюс одну петлю для замыкания в круг нечетные ряды то есть 1 и 3 ряд мы провязываем точно так же как и поворотными рядами а четные ряды 2 и 4 мы провязываем лицевыми петлями кроме второго накида во втором ряду который мы провяжем изнаночной петлей ну а теперь давайте рассмотрим образец побольше вот такой вот красоту дорогие друзья мы получим в итоге если провяжем этот узор повыше надеюсь вам хорошо видно через камеру что этот узор состоит из таких своеобразных колосков которые сплетаются в красивую спираль данные колоски кстати очень модны в этом сезоне этот элемент будет использоваться я думаю во многих узорах мало того ближе к осени я выпущу еще один ролик который также будет состоять из таких колосков но для более осенних изделий узор который я составила и собрала сама надеюсь вы его не пропустите вот так этот узор смотрится с изнаночной стороны данный узор был провязан пряжей в состав который входит 90 процентов акрила и 10 бамбука плотность этой пряжи 240 метров на 100 грамм и список для него я использовала три с половиной миллиметра по своим характеристикам данный узор немного более среднего тянется в стороны и ввысь ну а на этом я свой мастер-класс заканчиваю если вам понравился узор не забудьте отметить это пальчиком вверх подписывайтесь на канал делитесь этим видео со своими друзьями а я искренне благодарю вас за просмотр обязательно попробуйте связать образец такого узора и напишите мне пожалуйста свое впечатление в комментариях а мы с вами увидимся в следующем ролике всем пока